Вот есть садик 41, может он нам подойдет? Надо сад найти такой, чтобы бодрящую гимнастику, массаж, коктейль и куф проводили каждый день. Детский сад номер 5 «Катюша» пожалуй единственный в городе Нефтекамске, который главным образом направлен на оздоровление детей. Это дошкольное образовательное учреждение тесно сотрудничает с педиаторами городской поликлиники, ведь многие дети часто болеют простудными заболеваниями. Практически все дошкольники выпускаются уже здоровыми ребятами. А все потому, что здесь ребята закаливаются, делают оздоровительную зарядку, ходят на массаж. Также с малышами занимаются диетолог и психолог. Именно поэтому здоровое направление в детском саду стало основным на конкурсе руководитель дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан-2014, в котором наш город в лице заведующей Зальберы Фазлыевой впервые принимал участие. К этому конкурсу мы готовились очень долго и тщательно. Создали в нашем детском саду творческую группу. Творческая группа работала очень плодотворно. Очень много интересного для себя мы исчерпали во время подготовки к этому конкурсу. Очень много информации узнали, которую мы не владели. И вот творческая группа помогла подготовиться нашему руководителю, участвовать в этом конкурсе. И вот для нашего детского сада, для сотрудников это было большим достижением, что наш руководитель добился таких результатов. Мы очень гордимся этим. На протяжении четырех дней в Институте развития образования в Уфе за призовые места боролись 38 конкурсантов. Среди них представители семи городов и 27 районов Республики. За выступлением участниц наблюдали 400 членов жюри во главе с министром образования Республики. Для того, чтобы стать одними из лучших и показать свои высокие профессиональные достижения, сотрудникам дошкольного учреждения во главе с Альберой Наиловной пришлось нелегко. Помогали и сотрудники других детских садов. Очень много таких талантливых, ответственных работников приехали. Много материала, очень интересного опыта мы смотрели в течение всех этих четырех дней. И много чего переняли и сами поделились своим опытом. Конкурс состоял из трех туров. Первый тур – самопрезентация. Второй тур – это защита проекта. И третий тур – это мастер-класс. К третьему туру должны были выйти семь или десять человек. Я была в их числе. По результатам первого тура и второго тура и третьего тура. Поэтому у меня призовое место. Диплом лауреата. Всего лауреатами конкурса стали десять человек. И почетное четвертое место заслужил коллектив Нефтекамского детского сада номер пять. И привез дипломы и почетные грамоты. И это очень отрадно. Ведь такие победы на республиканских конкурсах еще раз подтверждают высокое качество дошкольного образования нашего города. Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».